Прохладный осенний ветер трепал ветви старой ивы на центральной площади. Нина Васильевна спешила домой с рынка, потно кутаясь в шай. В ее руках была небольшая сумка с продуктами, овощи, хлеб, молоко. Нина никогда не покупала лишнего. Строго придерживаясь необходимого минимума, дом Нины был небольшим каменным домиком. На окраине города. Она жила там одна. После смерти мужа комнаты были. Аскетичный оборудованный простой диван-стол и пара стульев до стены кровати тумбочка в спальне Нина не тратила деньги ни на какие удобства, считая их пустой тратой. Зайдя в дом, Нина быстро разложила покупки, потом достала из шкафа большую тетрадь и стала записывать расходы. Она вела учет каждой копейки, стараясь минимизировать расходы с тех пор, как умер муж. Деньги стали для Нина главным. Она получала пенсию и подрабатывала уборщицей в школе всю заработанную сумму, тщательно копила, отказывая себе во всем лишнем даже прохудившуюся обувь. Нина не меняла, стараясь продлить ей жизнь на следующий день после работы, Нина зашла в маленький магазин к Анне пожилой продавщице. Та с любопытством уставилась на подтянутую пожилую женщину. «Добрый день, Нина Васильевна, приветливо». «Поздоровалась она, что будете брать мне килодрам самых вкусных конфет», — коротко бросила Нина. «Это, наверное, для внуков», — спросила Анна. «Еще чего для меня, конечно», — отрезала та. Оплатив покупку Нина, тут же ушла ее мрачный взгляд и жесткие слова отпугивали всех, даже старая продавщица. Перестала приглашать Нину на чай вечером, неожиданно пришла. Невестка Мария, молодая женщина с аккуратной прической, выглядела тревожной. «Добрый вечер». Тихо поздоровалась она, как вы, Нина Васильевна. «Как видишь, жива боркнула та, чего припорлась вашему сыну Сергею плохо с волнением начала Марии, у него болит в груди. Я боюсь, за него нужны деньги на обследование, вот еще феркнула Нина, но он и правда болен». Воскликнула Мария, у него проблемы с сердцем, не могли бы вы одолжить хоть немного. «Мы все вернем даже с процентами». Нина только покачала головой, не сдаваясь. «Сколько раз я вам говорила, что не дам ни копейки, ваши проблемы вам и решать жестко», ответила «Нина». Нина захлопнула дверь, презрительно поморщившись. Ее железный принцип звучал просто ни копейки. Родни никому бы то ни было деньги принадлежат только ей одной на следующий день. Нина, как обычно, утром отправилась на работу около часа дня, она вернулась домой, чтобы приготовить обед. Вошедшая в прихожую Нина тут же замерла в ужасе, все шкафы и ящики были распахнуты, вещи беспорядочно лежали на полу, Нина окаменела, понимая, что произошло. «Нет», — еле слышно прошептала она с трудом, владея собой, не набросилась в спальню. «Здесь царил такой же бардак, яростно отодвигая все вещи». Она проверила спрятанный на стене тайник, но там была лишь пустота. Деньги, которые Нина накопила много лет, пропали. Все ее сбережения украли, Нина застыла в ужасе, не в силах справиться с ситуацией. Ее мир рухнул, и с последней в сил Нина позвонила Марии. «Приезжайте скорее безжизненно», — произнесла она в трубку. Мария тут же сорвалась с места, не понимая, в чем дело. Она застала свекров в полуобморочном состоянии среди разгромленного дома. «Что здесь произошло?» Ахнула Мария. Все украли деньги, выдавила Нина. Мария помогла не не дойти до дивана и налила воды. «Как же так?» «Ведь это были все ваши сбережения», — воскликнула Мария. «Нам надо немедленно вызвать полицию». Нина только кивнула оглушенно и случившимся, она каким-то чудом не потеряла сознание. Мария тут же позвонила Сергею и попросила приехать. Вскоре он ворвался в дом. «Мама, что произошло?» — воскликнул он, увидев взбудораженную мать, так коротко рассказала о краже. Сергей побледнел, понимая, какой удар это был для жадной матери, немедленно вызываем полицию, — скомандовал он. Сергей позвонил в полицию, описывая произошедшее. Через полчаса приехали двое оперативников. Они осмотрели дом и побеседовали с Ниной. «У нас мало зацепок», — сказал старший. «Но мы проверим камеры окрестных домов и поищем свидетелей. Надеюсь, мы найдем ваши деньги». Нина усталым взглядом окинула разгромленный дом, и ее жизнь неруфнула. Теперь у Нины не было ничего, кроме семьи, прошла неделя после ограбления полиция, так и не смогла найти зацепок. След воров затерялся, Нина пребывала в полном отупении и апатии, она почти не ела и не разговаривала, просто сидела у себя в комнате. Мария и Сергей обеспокоили состоянием Нины. Они решили навестить ее в очередной раз, надеясь хоть как-то поднять ей настроение. «Мама, пожалуйста, открой настойчиво», — стучал Сергей в дверь, Нина молча повернула ключ. «Как вы спросила Мария, как видишь, безжизненно ответила, Нина все равно жива или нет?» «У меня больше ничего нет». «Не говорите так», — взмолилась Мария. «У вас есть мы, семья, мы поможем вам». «Какая семья?» — вскричала. «Нина, я не доверяю никому денег, а теперь я осталась ни с чем». «Мама, прошу, очнись», — строго сказал Сергей, «деньги — это не главное, у тебя есть мы, и мы позаботимся, а тебе нельзя тонуть в отчаянии». «А что мне остается?» — всхлипнула Нина впервые за долгие годы на ее щеках появились слезы. Она, наконец-то, проявила слабость и эмоции. Мария осторожно обняла ее. «Отдохните у нас несколько дней», — мягко предложила она вам, нужно отвлечься. «Внуки помогут вам прийти в себя». Хорошо сдалась Нина, только ненадолго. Сергей быстро собрал для нее вещи, Мария помогла своей крови добраться до машины. Вскоре они приехали в небольшой домик на окраине, где жил Сергей с семьей. Тут же выбежали дети, мальчик 10 лет и девочка 5. Они с интересом посмотрели на бабушку, она смотрела на них теплым взглядом, не в силах сдержать улыбку. «Здравствуйте», — ребята произнесла Нина, дети. Обрадованно бросились к ней с объятиями, впервые Нина по-настоящему ощутила. Что значит быть бабушкой, ее сердце наполнилось незнакомым теплом. На следующий день Мария приготовила обед. «Ты и так хорошо готовишь», — похвалила свекровь. «Я никогда не умела готовить так вкусно». «Вам просто не хватало семейного тепла ласково», — сказала Мария за столом. Нина с удовольствием ела вкусную домашнюю еду. Она с удивлением заметила, что впервые за долгое время почувствовала себя сытой и довольной. «Мама, давайте переедешь к нам неожиданно», — предложил Сергей. «Тебе будет легче оправиться после удара», — Нина задумалась, ей открылась истина. «Настоящее богатство не в деньгах, а в любви близких. Они никогда не оставят ее в беде». «Хорошо», — сказала она. «Спасибо, что приняли меня». Я больше ни одна, Мария и Сергеем обменялись понимающими улыбками. Наконец, Нина открыла сердце семье, приняв их поддержку. Это стало переломным моментом, прошло две недели. С тех пор, как Нина переехала к сыну, она постепенно привыкала к новой жизни и заботе о родных. Пробуждение чувств давалось тяжело. Раньше она никогда не была эмоциональной, но благодаря заботе Марии и детской любви внуков Нина медленно менялась. Она уже не возражала против объятий и стала теплее общаться. Даже шутки Сергея не вызывали раздражения, а лишь кривую улыбку. Однажды вечером Мария нашла Нину за чтением сказок внука. «Вы такая классная бабушка стали», — сказала она, положив ей руку на плечо. Нина сливка покраснела. «Спасибо. Наверное, это все ваша заслуга, а третила она смущенно нет, вы сами нашли в себе способность рыбить». Ласково поправила ее. Мария Нина задумалась в душе непривычно, шевельнулась что-то теплое. На следующий день Нина предложила Марии помочь с приготовлением обеда. «Она внимательно наблюдала за невесткой, как у тебя все ловко получается», — заметила Нина. «Я могу научиться, конечно, это несложно», — обрадовалась Мария. «Давайте я вам покажу». Она стала вдумчиво объяснять и показывать простые рецепты, Нина с интересом следила на следующих выходных в Сергей. Женой взяли всю семь на прогулку в лес, Нина радостно шла рядом с внуками, помогая им собирать грибы и ягоды. «Спасибо, что пригласили меня», — искренне поблагодарила она невестку. «Мне так хорошо с вами, вы навсегда член нашей семьи», — ответила Мария. «Мы очень рады, что вы теперь с нами». Нина задумалась ей вдруг, захотелось сделать что-то приятное для близких в ответ на их заботу, но денег у нее больше не было. Вечером Нина подошла к Сергею Марии. «У меня есть идея», — предложила она Рубка, «я хотела бы устроить для внука небольшой праздник. И день его рождения только у меня нет денег». «Вы даже не думаете об этом», — обрадованно воскликнула Мария. «Для нас главное, что вы рядом, но раз вы хотите вместе, все приготовим». На следующий день был день рождения пить, и с утра все занялись подготовкой. Вечером на столе красовался торт, а по всей квартире были развешаны разноцветные шарики. Внуки с восторгом рассматривали украшения. «Спасибо бабушке, что устроила нам такой праздник». Радостно кричали, а Нина притянула их к себе и нежно поцеловала. Впервые она по-настоящему осознала, что значит любить семь прошло еще несколько месяцев с момента, как Нина влилась в семь Сергея. Она полностью адаптировалась и чувствовала себя счастливой дети, и внуки дарили ей столько нежности, сколько она никогда раньше не получала заботы Марии и Сергея. Постепенно смыла все годы одиночества и скупости, Нина наконец-то открыла свое доброе сердце. Однажды вечером они сидели все вместе, слушая сказку, не удержавшись, Нина обняла обоих внуков. «Я так счастлива с вами», – прошептала она. «Спасибо, что простили мою жестокость». «Мама-то в прошлом мягко сказал Сергей, мы рады видеть, что ты стала добрее». «Да главное, вы нашли в себе силы измениться», – добавила Мария. Нина тепло улыбнулась, ее сердце было переполнено благодарностью. На следующий день Нина разбудил звонок в дверь, открыв, она увидела полицейского. «Здравствуйте, вы Нина Васильевна». «Тот спросил у нас для вас хорошие новости». Полиция, наконец, нашла улику по делу о краже денег, благодаря отпечаткам пальцев удалось поймать одного из грабителей. Он признался и рассказал, где все спрятал. «Мы нашли все ваши деньги», – радостно сообщил полицейский. «Они у нас в отделе Нина остолбенела от такой новости, невероятно нашли их даже спустя столько месяцев, пробормотала. Она все благодаря вашему точному описанию». Улыбнулся мужчина, Нина решила сразу же рассказать радостную новость семье. Когда после работы вернулись Сергей с Марией, она встретила их взволнованно. «Деньги нашли», – воскликнула она все на месте семья, обрадовалась за нее. Но тут Нина сделала неожиданное заявление. «Я уже не нуждаюсь в деньгах», – твердо сказала она. «У меня есть свои настоящие сокровища, поэтому прошу, оставьте их себе». «Это мой подарок вам за заботу, Нина, мы не можем взять ваши деньги», – возразила Мария. «Пожалуйста, примите их», – настояла Нина для меня. «Самое главное – ваше счастье, а вы дали мне два шанса на любовь». Сергей и Мария с благодарностью приняли щедрый дар Нины, была счастлива отдать все, чтобы ее семья жила спокойно. Ее сердце оттаяло, Нина поняла, что есть... Зина была склочной и скучной женщиной, вечно чем-то недовольной. Она всегда находила повод попилить мужа то сел. Не так то, говорит громко, то полянкой, то чай громко пьет с работы, пришел не вовремя каждый вечер, вы в семье начинался сбурчание недовольной жены. Поначалу Дима терпел, делал скидку жене на то, что она устает на работе, да и дома потом тоже не отдыхала, но потом стал выпивать с коллегами. Алкоголь отвлекал от насущных проблем, изудение земки уже не казалось таким противным. Это вошло в привычку, и к упрекам от женщины добавилось еще и это. Дети уже выросли, сын и дочка уехали учиться в другой город, сбежав от деспотичной матери и домой наведывались только в редкие праздники. Всю свою злость та вымещала на мужа, даже когда тот храпел пьяной, она сидела над ней и не упрекала. Все пьешь алка шпага, насколько можно кровь мою пить у других женщин мужья, как люди, а ты фу позорящий и наградил же меня бог. Дмитрий лишь сонно сопел и переворачивался на другой бок. Мужчина давно понял, что Зина не изменится натура у нее такая и не в усталости дело вовсе. Другое дело, соседка Анна та всегда с улыбкой встречала соседа по двору и находила приветливое ласковое слово. Иногда могла пирожком угостить или чашку кофе вынести, чем неимоверно бесила жену. Совсем стыд потеряла своего мужика, не завела так на чужих зариться, а ты не стыдно при живой тоже не глазки строить на старости лет. Зина, ну что ты завелась? Знаешь же, что я из вешливости? Ага, конечно знаю, я вас, мужиков, вас только пальцем по мани. Соседка слышала эти разговоры, только не вмешивалась, жаль ей было мужика хороший ветер с такой женой сопьется. Вот и пыталась как-то облегчить жизнь несчастному мужчине. Однажды она шла домой с магазина, замело страшное ветер и холод, пробирал до костей. Вдруг в сугробе увидела пятно темное, кто-то застонал, невнятно подошла, присмотрелась Димка. Сосед лежит пьяный вдрызг, хотела была подняться до дома отвезти, а только как представила, что устроит ревнивая Зинка, так и передумала, но не бросать же его тут замерзнет, ведь до утра, и поминай, как звали. Бегом пустилась домой, схватила телефон и набрала соседку Зина. Тут твоя Димка лежит у забора, в сугробе ты бы пошла, забрала холод собачий замерзнет в трубке, повисла тишина, а потом женщина злым голосом процедила. Тебе надо, ты и забирай сил моих, больше нет терпеть эту пьянь, и бросила трубку. Анна, накинув на плечи куртку, выскочила во двор, схватила старенькие санки и подъезжала быстрее. Главное успеть, мужчина лежал на месте, тихо, похрапывая, он не замечал, что Мороз уже пустил свои когти под одежду кое-как, затолкав пьяного мужика на сани, Аня потащила его домой, там быстро сняла мокрые вещи и укутала в несколько одеял. Дима даже не проснулся, с утра болела голова и ужасно мутила. Он нехило так перебрал, помнил, как мужики его вытолкали и домой отправили. Как шёл, шатаясь домой, а потом темнота. Медленно открыл глаза, обвёл взглядом комнату, непривычно, тихо было вокруг, не бурчала над ухом недовольная Зина, а потом он понял, комната незнакомая, он не дома. «А где тогда?» В двери тихонько поскреблись, и вошла соседка Аня в руках, она держала стакан с чем-то мутным. Дим рассольчик, а выпей полевчает. «Аня, как я тут оказался?» Женщина замялась, было неудобно рассказывать все случившиеся, тем более слова Зины, но делать нечего. «Тут такое дело, я вчера тебя в субробе нашла, Зине позвонила, а она отказалась забирать тебя, но не бросать же тебя на морозе, ей-богу. Да дела, спасибо тебе, Анне, удобно получилось». Мужчина резко чифнул. «Простудился все-таки, сейчас я бурьон сварю, а ты лежи, отдыхай, да неудобно, как-то нормально. Куда ты сейчас в таком состоянии собрался?» «Лежу уж никто тебя не гонит, а Зинаида в это время распалялась не на шутку, ты, гляди, не пришёл домой, ни стыда, ни совести. Мало того, что пьяный её опозорил, так теперь ещё и ошивается, не пойми, с кем она благополучно забыла о том, что сама отказалась забирать пьяного мужа домой проще обвинить кого-то другого, чем признать, что не была права. Разозлившись на мужа, побросала его вещи в сумку и молча без стука отнесла к соседке на порог. «Пусть сама эту пьянь выхаживает, мне такого не нужно», надоело людям в глаза смотреть. «Стыдно мужа». Анна и не против, была под её бдительным уходом, мягким словом и уверенной рукой, мужчина стал приходить в себя. Женщина ему нравилась, тихая и спокойная. Она одним своим присутствием создавала вокруг, уют Диме стало легче, и он вернулся к работе. Но вечером после на удивление пить с коллегами не хотелось. Что они скажут, если один рабочий день после болезни пьяным в её дом приду? Ему не хотелось расстраивать эту добрую женщину. Наоборот, хотелось чаще видеть её улыбку Зина, они хоть и жили теперь по соседству, но пока не пересекались, что там и как она Дима не знал. Да и желания узнавать не было. Он просто звонил детям и честно им сказал, что они с матерью больше не живут. Так, мол, бывает, они восприняли эту новость хорошо, им давно было, жаль терпеливого отца, они знали, какой порой бывает мать, и удивлялись, что родители всё ещё вместе, поэтому новость о разводе не стала шоком. Анна заметила изменения в Дмитрии, он больше не приходил. Пьяный с работы стал улыбаться, и Мила смущался ей, была в радость, что теперь она не живёт одна, да некрасиво, что Зина одна осталась, но ведь кто ей не давал к мужу прийти ни разу за всё время, та не появилась. Однажды Дмитрию гости дети приехали, хотели навевать отца, посмотреть, как тот живёт. Пошли они вместе гулять, и Аню с собой забрали. Видели они, что папа расцвёл, благодарны были этой женщине за заботу, так и шли они по парку всё вместе и весело, смеясь и переговариваясь эту картинку, и увидела Зина, идущая с работы. Такая злость взяла, что аж побагровела, вся подлетела к ним и, давая оскорблениями, сыпать. Оспелись голубки детей против меня, решили настроить Зина, что то такое говоришь, Диме было стыдно за поведение бывшей жены. Он хотел её успокоить, как то, но та только расходилась ещё сильнее, а ты, бесстыдница, старая, а мужика увела из семьи. Разве порядочная женщина так бы поступила, не боясь? Радуешься, что отватила лакомый кусочек, так обломились пьяница, он и без дряни не смогла смолчать. Зарято таксин, ты же сама от него отказалась, бросила в метеор замерзать на улице, не вспомнила, даже не пожалела жестоко этой и злая женщина. У тебя же всё было, муж семья, чего тебе не хватало, Дима, он добрый и рукастый, и не пьёт он больше. Мам, ну правда, что ты завелась на ровном месте, вмешался сын, ты давай ещё на мать покричи, предателей вы всё бросили. Мать, я для вас все, а вы, чтобы больше я вас не видела, бросила Зина, и быстро ушла, вечер был испорчен. Всем было неловко, но что поделаешь, со временем забылась эта история и Зина, если ей видела Диму с Аней, то демонстративно переходила дорогу и отворачивалась, не могла она признать, что неправа была, всё злилось на мужа, что не вернулся. С детьми, конечно, отношения были натянуты, но всё же они не держали на мать зла и изредка звонили и приезжали, как и прежде, но теперь не забывая навещать и отца с тетей о ней. Они привыкнут друг к другу, решили, что хорошо им вместе так и остались жить в одной квартире. Дмитрий больше капли спиртного в рот не брал, спешил домой к своей Аничке, она у него умница и красавица. К жизни его вернула, показала, какой может быть семейная жизнь без скандалов и склуг. А вскоре позвонила им дочка. «Папа, я замуж, и выхожу тебя позвать хотела, да только не знаю, что делать, маму тоже хотела. Дочка, ты маму зови, конечно, и мы приедем ради дочки. Я готов потерпеть что угодно, спасибо папу Ленозина», узнав, что на свадьбе будет Дмитрий, категорически отказалась ехать. Никакие уговоры не помогли, нет, и отец предлагал не ехать, но дочка сказала, что мать сама виновата, раз не готова ради детей и обиды хоть на день забыть. Так склочная Зинаида пропустила свадьбу дочери, а потом и свадьбу сына за собственными обидами она не заметила, как вычеркнула из жизни самых близких, ей было невдомек, что иногда стоит прощать и молчать до самой старости. Она грела обиду на близких, даже не попытавшись что-то изменить. Ром, ну опять. Сонная, недовольная Лена грозно посмотрела на мужа, который спешно пытался на ощупь нашарить на тумбочке телефон. Тот разрывался противнейшей мелодией и никак не хотел замолчать. Ты спи, спи, наверное, по работе. Елена взглянула на часы два часа. Ром, какая работа два часа? Уже так поздно, но может, номером ошиблись. Он, наконец, нащупал гаджеты, схватив его, поспешно отключил звук и выскочил в ванну. Послышался плеск воды, спать перехотелось. Лена потянулась, разминая затекшие отос на мышцы и рывком устала. Босыми ногами прошлепала на кухню, поставила чайник, достала из холодильника все для бутербродов и принялась нарезать. Пи, чего не спишь? Зевающий Роман нетвердой походкой вошел в кухню. Разве с тобой поспишь? Сколько раз просила, став телефон на беззвучный. Неужели нельзя это сделать перед сном? Но, прости, забыл, пошли спать. Не хочу есть, хочу, кстати, кто звонил. Не знаю, пока нашел телефон, он уже отключился. Люда кивнула, делая вид, что поверила. На самом же деле эти ночные звонки уже не первую ночь будет ее, причем практически всегда в одно время и в один и тот же номер. Никита, именно так он был подписан в телефоне мужа, который только что заявил, что не знает, кто звонил. Люда еще пару недель назад увидела это имя на экране телефона мужа, не придав тогда этому значения. Но звонки повторялись все чаще, и это стало раздражать в голову закрались первые подозрения. Если это мужчина, то почему муж всегда сбегает в ванную для разговора? Раньше между ними не было секретов, но это было так давно еще в те времена, когда они оба были еще студентами, а вместо тонкого смартфона дома на стене висели массивные телефоны с колесика. Лена тогда даже не думала о Роме, как о муже, они весело проводили время в одной компании и частенько отгребали от родителей за пришедшие счета. Девушка могла часами говорить с друзьями, заняв телефоны, мешая матери ходить по коридору. Лена, клянусь, отрежу его к чертовой матери. Ты видела, какая квитанция пришла еще и межгород. Маморь, не бурчи, я тебя люблю. Сгиньте проходы, вот пролью тебе кипяток на спину, будешь знать, как мешать. Рома был свойским парнем, с ним можно было обсудить абсолютно любую тему, и он всегда находил, что ответить. Выросшие в одном дворе, но в разных подъездах они вначале были вродами по территории. Но как-то в дождливый день, когда остальные ребята по каким-то причинам не вышли на прогулку, и они остались вдвоем, а они объявили перемирие, и с тех пор крепче дружбы не было. Ромка везде таскал за собой Лену, папу подвалом на старый вокзал, в парк, на стрелку и даже на свиданки с подружками. Те кривились, удивлялись и исчезали после одних свидания. А потом Лена выросла. Я снесу разные девчонки, смахивающие чем-то на героиню из сказки про Пеппи, она превратилась в ту, которая на долгие ночи украла покой Романа. Она уезжала с родителями в деревню к прабабушке на все лето, а вернулась оттуда уже не та Ленка. Свой парень оттуда вернулась красивая, стройная, окрублившаяся в нужных местах девушка. Все такая же рыжая и с веснушками, она ничуть не походила на прежнюю себя. Сейчас это была гордая Лань, хитрая кошка, колдунья с зелеными глазами. Именно так Рома называл ее проседа, он утратил всякий покой, мечтая лишь о том, как он поцелует эти губы. Поцеловал он их аж через третий года, когда Лена приехала подастить к родителям из города, где училась. Роман возмужал окреп и утратил свое смущение. Он все также общался с Леной на левке, но теперь ясно дал понять, что она для него не просто подруга. Из юношеской их любовь переросла в нечто большее и ожидаемо закончилась свадьбой, на которой гулял весь двор. С тех времен прошло много лет и ни разу муж не скрывался, от Лены не менял пароль на телефоне и не имел от нее никаких секретов, как и она от него. И вот теперь ее мучают подозрения. Кто этот загадочный Никита, который не дает ей высыпаться ночами, что ему нужно от ее мужа? И главное, а мужчина ли это или это просто маскировка и под мужским именем скрывается разлучница? Твердо, решив выяснить все, Лена принялась обдумывать, как все это сделать, чтобы наверняка узнать правду. Спросить напрямую она уже пробовала, раз даже лично подала мужу телефон, когда тот звонил, чтобы Рома видел, что Лена успела прочесть имя на экране, но муж держал оборону. Поэтому женщина решила, что время для тяжелой артиллерии. Облазив пол интернета и найдя то, что искала Лена, быстро оформила покупку с доставкой на дом и уже в обед держала в руках крошечную камеру скрытого наблюдения с привязкой к смартфону через специальное приложение. Установив ее в ванной, Лена с нетерпением ждала ночи, не нарушая какого-то только ему известного распорядка. Загадочный Никита позвонил ровно в два часа. Рома, как и всегда, скачал и бросился в ванную, в то время как Лена активно изображала спящую красавицу, которую и танком не разбудишь. Но стоило мужа закрыть за собой дверь, как женщина тут же достала из-под подушки смартфон и открыла приложение, которое в режиме реального времени с передачей звука транслировало происходящее в ванной ей на экран. Ник, но вот скажи, другого времени для звонков нет, но я же сплю и Лена ругается. Я понимаю, что тебе скучно, но я что могу сделать? Ладно, не дуйся, что там. Так легко, я думал, будет сложнее. Да, деньги не проблема, хотя Лена, если узнает, то убьет меня и что-что мой. Слушай, на это же спа, ну и что-что дорого, главное, Лене что-то соврать и можно лететь. Ага, именно так, только если уж на то пошло, то к данной ситуации больше подходит Бельгия, ладно, спокойной ночи, увидимся завтра. Лена быстро спрятала телефоны, снова притворилась в спящий роман, на цыпочках прошел кровати и улегся рядом с женой. Прислушиваясь к мирному посапыванию мужа, Лена аккуратно достала телефоны руки, подрагивали говно, три бушевал пожар из недодавания. Забив поисковик запрос спа-самолет-курорт Лена быстро пробежала с глазами по открывшейся странице и не раздумывая, забронировала горящие билеты на вечер следующего дня. В Бельгию, значит, собрался с любовницей, я вам устрою отдых соврать, он не решил ни на ту напал. Женщина металась по квартире, спешно собирая чемодан. Будет тебе Бельгия, травматология и развод. Меня никогда никуда не возил, а эту нику в Бельгию. Ах ты гад! Роман спешил домой. Настроение было приподнятым. Еще бы он отхватил такой абонемент, что закачаешься. Ленка визжать от счастья будет еще и на двоих, так что он вместе с ней омолаживаться будет лучше и спа в городе. Хотя, если быть точным, то находилось то оно за городом, на эту же полноценной санаторий с процедурами, бассейном и шоколадными обертываниями из бельгийского шоколада. Он сам все это прочел на Фладе и заучил. Чтобы впечатлить жену спасибо Никите, он выручил, если бы не он, то Рома и не знал бы, что такое есть. А у них скоро годовщина подарок вовремя получится. Дома было непривычно, тихо, ничего не булькало на плете и не играла любимая музыка Ленки, да и сама она не вышла встречать с Будоверного. Рома достал из кармана телефоны, набрал жену. Вне зоны странно, может вышло куда ладно подожду. Но ни через час ни к утру она не явилась, и Роман уже начал нервничать и был готов звонить в полицию, когда пришло сообщение, что Лена появилась в сети. Ленок, что случилось, ты где? Почему не предупредила, что ночевать не придешь? Я тут чуть не посидел, ты зачем вообще телефон откричила? Отчего вот это так распереживался? Ах, а как налево бегать так ты не сильно думал обо мне, а тот опомнился. Лен, ты ничего что-то не сешь. Ты где вообще? Спа думал, я не узнаю, решил втихаря отдохнуть, а меня бросить не выйдет, дорогой. Я уже здесь и просто с нетерпением жду вас с Никой. С какой-никакой с той, которая спать ночами не дает, совсем стыд потеряли при жене. И тут, кроме стало доходить. Лента, ты что обиделась? Чо глупенькая, я же для нас все это и не Ника, а Ник Кореш мой давний, а как ты узнала, я же сюрприз сделать хотел уже и на работе. Отпросился там лес с озера и шоколадом оборачивают. На том конце провода повисло молчание. Клиенты там. Да, Ром, ты только не ругайся, ладно. Да, что случилось? А где находится то спа? Да за городом час езды от силы, но поверь, тебе понравится так ты где? Я в спа. В каком путевка только на завтра? В бельгийском. Елена то ли хрюкнула, то ли икнула в трубку. Я в Бельгии, Ром. Подожди, как это Бельгия? Вот так и что делать будем? Уже позже они сидели, пили шампанское и смеялись над сложившейся ситуацией. А вот в тот момент им было не до смеха. Рома, выслушав исповедь жены, бросился сдавать путевки в спа и бронировать билеты в Бельгию. Потом носился, собирая вещи и чуть не попал в аварию, пока ехал в аэропорт спеша на рейс. Тем мгновение ему хотелось только одного отшлепать жену и выпить, он до умопомрачения мечтал об этой красавице. Порой, выходя на балкон, наперекур специально ждал, когда она будет возвращаться из техникума. Он навел справки, училась она в кулинарном, одевалась скромно, но со вкусом. Лариса была стройная, гибкая девушка, обладательница длинной, красивой шеи, тонкие черты лица, белоснежная кожа, чувственные губы дополняли эту картину. Глеб знал, что она снимала квартиру в соседней старинке пятиэтажки. Молодой мужчина жил в большой новостройке в четырехкомнатной квартире с панорамными окнами и огромным балконом на три этаже. Он был богат из числа так называемой «золотой молодежи». Столица ему покорилась давно, ведь его отец богатый предприниматель. Занимался производством консерва майонеза и всевозможных соусов и соков. Популярная торговая марка, что поставляла свою продукцию во все большие столичные спермаркеты. Отец руководил двумя заводами, младший брат Глеба Миша окончил университет, занимался маркетингом, а сам Глеб с закупкой продукции за причением договоров с фермерами и организационными вопросами. Семейный бизнес приносил солидный доход. Однажды Глеб увидел, как девушку провожал домой высокий парень. Это его и подтолкнуло. Набравшись смелости, он познакомился с Ларисой, решив, что хватит ходить вокруг да около. Он завидный жених, интересный собеседник с хорошим чувством юмора и опытный в аморных делах настоящий ценитель женской красоты. Лариса оказалась не против провести с ним время в кафе за чашкой латте. Затем в дорогом ресторане, куда он позвал ее отужинать. В общем, закрутился у них роман. Что ж, пора и определиться, подумал одним прекрасным утром Глеб, разглядывая милое личико Ларисы, что спала рядом ее разметавшиеся по подушке каштановые волосы, ее длинные черные ресницы и тонкие брови. Я ведь люблю ее, хотел бы жить и просыпаться с ней рядом каждый день. И тогда он сделал Ларисе предложение, преподнеся кольцо с бриллиантом. Я согласна, сказала Лариса. И он восторженно любовался блеском и удивительно красивых синих глаз, улыбкой, нежным румянцем на щеках. Познакомилась она с его чоперными, уважаемыми в высшем обществе родителями. На кривую ухмылку матери и ее вздохи Глеб не обращал внимания, да его избранница простая девушка из обычной и даже бедной семьи из родственников, у которой был только брат и тетя, что жила в далеком пригороде. Сыграли роскошную свадьбу. Лариса блистала своей красотой. Восторженные взгляды гостей, их толстые пожелания. Косые взгляды матери Глеба Марины Александровны, оценивающие отца Мирона Васильевича. И его крепкие объятия с пожеланиями счастливой семейной жизни. Отец любил своих сыновей. Старший Глеб был проблемным подростком, учиться не хотел и не любил, а младший Миша скромный и тихий, интересовался всегда физикой, механикой, любил машины. 14 лет сел за руль и поехал без подсказок и обучения. Водить машину оказалось его мечтой. Это просто зверь, хвастался он брату и глаза его сияли. Опять новую тачку купила Гаспарт Карниссан автомобиль премиум класса, развивает скорость 310 километров в час. Да тебе уже эти тачки и ставить негде, да ты реально в детстве машинками не наигрался. Ты не давал все ломал, братец мои руки, крюки, я все помню, а старые машины и я не солю, а продаю, не садись так, не учи ученого отмахивался Михаил. Дальше был медовый месяц турне по Европе, самые дорогие курорты и шикарные отели, прекрасная, улыбчивая спутница рядом. Но когда до конца отпуска оставалось дней 10, позвонил встревоженный отец и сообщил, что Миша попал в аварию. Его везут в больницу. Той же ночью Михаил скончался от полученных травм. Глеб и его супруга успешно вернулись. Впервые молодой мужчина почувствовал себя плохо после пухоран брата слабость, тошнота и головокружение были списаны на сильный стресс и бессонная ночь. Дома ухаживала за Глебом Лариса, кормила мужа вкусным ужином, половала домашней ароматной выпечкой. Он был, как ему казалось, окружен заботой. Но вот последнее время все чаще чувствовал недомогание, тошноту и постоянно кружилась голова. Глеб грешил на погоду. Возможно, организм еще не перестроился привык к хорошему климату, ведь приехали они не так давно. Вернулись в родную хмурую страной и в начале сезона осенних дождей. Да и сильный стресс повлиял пережитое горе. От утреннего кофе тошнило и постоянно чувствовалось беречь вахтуна. Мужчина отмахивался от симптомов. Как-то раз Глеб вернулся за ноутбуком, который забыл в своем кабинете. И услышал голос жены, что доносился из кухни. Она с кем-то говорила по телефону, стояла к нему спиной. Работал миксер и Глеб невольно прислушался. Не торопи события, я делаю все, что обязана сделать. Не переживай, да не влюбилась я. Я не передумала, не говори глупостей. Глеб хотел сначала напугать Ларису, подхватить ее на руки, обнять, но эта фраза остановила. Он вышел из квартиры, сел за руль и начал обдумывать услышанное. Что она замышляет, кто ее собеседник? И почему все плывет у него перед глазами, и он так себя плохо чувствует? И он потерял сознание. Да милая, нам нечем оплатить твое лечение. Ты все прекрасно поняла, ты все правильно поняла, взрослая, тихо, тихо говорили в комнате. Но девочка лет тринадцати стояла, чувствую, как немеет душа, как ноет сердце в предчувстве горя, она невольно сглотнула ком в горле и поставила рюкзак. Понимаешь, эти подонки таки захватили мой завод, мое предприятие, мое детище совершили рейдерский захват, ночью арестовали охранников и дежурных по цеху. Это крах, квартира отойдет к банку за долги мы нищие. Но не смотри ты на меня так укоризненно, я пытался откупиться, но этот Адаменко, у него такие связи, у нас ничего не осталось. Как же не вовремя, как же не вовремя вернулась твоя болезнь. Мама Лариса Лилии семь лет назад прооперировали, удалили все женские органы, что были поражены злокачественной опухолью. Она прошла химию и наблюдалась у врачей. Была ремиссия, но нервное перенапряжение последних месяцев отразилось и на ней. Но я знаю, знаю, ты не виновата. Мне больно, милая, продолжал отец, где тонко там и рвется. Но сейчас нам нужно переезжать на съемную квартиру и как-то сообщить все детям. Девочка услышала, как дробнул голос отца. У нее выпали ключи, что она до боли в пальцах сжимала в руке. Лариса, ты вернулась, вышла мать, пряча заплаканное лицо. Следом отец, как-то сгорбившись, где твой брат? Я все слышала, папа. Да у нас, детка, трудностей, на это временно, и не переживай, но не плачь, и отец обнял нежно-нежно за плечи свою девочку. Все нормально не будет, и девочка схватил куртку, выскочила за двери квартиры, оттолкнул отца. У нее непростой возраст, да ей побыть одной взмолилась мать ма взрослая, и то еле на ногах стоим от таких известий. И Тимофей подхватил жену и помог пройти в комнату и лечь на диван. Она была худая и бледная ее шатала. Выбегая из подъезда Лара столкнулась с Сашей. Не так быстро сестренка чеснок меня не сбила, а ты почему плачешь? Наклонился к ней парень. Саша был старше на третий год, он синеглазый, высокий парень с приятной улыбкой и ласковыми нотками в голосе. Он всегда умел успокоить Ларису. Ты знал? О матери да. И о том, что у отца отжали его бизнес. Догадывался. Лара не забывай, что я старше, я уже взрослый, наблюдательный и вообще-то я всегда мечтал стать разведчиком. Но пошли домой. Их мама попала в больницу буквально через неделю. Анализы плохие и прогнозы неутешительные, как не пыталась она приободрить детей, измученно улыбаясь и ласковых, обнимая ни одна попытка не увенчалась успехом. Мама Леля угасала на глазах. Отец плакал, выходя из палаты уже не прячет слез. Ему предлагали экспериментальные методы лечения, но не бесплатно. То, что произошло дальше, было как плохой кошмарный сон, когда просыпаешься, но избавиться от липкого ужаса так и не удается. Мама умерла. Отец начал пить, как не просил, не умолял его сына думаться, а помниться, прийти в себя тот не слышал и не хотел слушать. Тимофей ушел от жестокой реальности. И одним из таких запойных вечеров, совершил покушение на Мирона, Адаменко пытался взорвать его машину самодельной взрывчаткой. На Тимофея поймали, проговорили к сроку заключения. Дети покинули съемную квартиру. Лариса попала в интернат, а Саше выделили комнату. В общежитии он учился в профтефучилище. Там обзавелся друзьями, сестру не забывал, они знали имя виновника трагедии, их семьи. Из-за этого урода умерла мама и сел в тюрьму, отец. А как он там спрашивал Лара, имея в виду папу? Болеет у него туберкулес. Тюрьма не для таких, как он, Ушпове, и его сломала смерть мамы. Он на себя не похож. Бедный наш папочка. А за этого ты узнал? Да я знаю все подробности и в жизни у него два сына, все работают. На этом предприятии зовут отца, приносят стабильно хорошую прибыль. А эти сынки, они женаты. Пока нет, младший любит дорогие гоночные автомобили. Это его страсть. Ну что ж, быстрая езда его и погубит. Не зря я учился на механика с ним, я сам разберусь. А старший этот дамский угодник любит дорогое вино красивых женщин, избалован их вниманием, женить его будет непросто. Довериться мне. Ты только не увлекайся, будь осторожна и старым Адаменко займемся, когда он похоронит своих обоих отпрысков. Как мы похоронили нашу маму? Придя в себя, Глеб не рискнул ехать на своей машине и взял такси. Он сидел в своем офисе до позднего вечера, перекладывая договора и подписанные бумаги с места на место и лихорадочно думал. Потом поехал к другу, что имел свою частную клинику, сдал анализы. Подтвердилось его подозрение. Лариса такие его отравила, но пока яд вызывал только интоксикацию и накапливался в организме. А на следующий день Глеб притворился, что впал в кому. Притворился, что ему стало плохо на работе, потерял сознание и его спешно отвезли в больницу. Лежа утром в больничной кровати в отдельной палате, он с нетерпением ждал прихода Ларисы. Она пришла и взяла его за руку. Пожатие было холодно равнодушным. Он наблюдал, притворяясь спящим. Затем, отойдя от кровати Лара из сумки, взяла ампуу, набрала лекарство из нее шприц. И уже собиралась впрыснуть содержимое шприца в капельницу с глюкозой, что поставили Глебу еще до прихода его супруги. Но он вложил всю силу, перехватил ее руку и оттолкнул от неожиданности. Лариса вздрогнула. А это я отправленный экспертизу отобрал у нее мужчина-шприц. Ты все расскажешь, за что, что я тебе сделал. И случайна ли гибель Михаила? А почему бы и не рассказать? Твой отец разрушил нашу жизнь. Маму похоронили отец в тюрьме. Но прежде его бизнес отобрал Акула Адаменко. Знакомая тебе фамилия? Да, это и твоя фамилия теперь тоже. Отпусти меня, отпусти, взмолилась Лариса. Ты никогда больше меня не увидишь, нас разведут. Я подпишу все бумаги. Но пожалуйста, я не убивала твоего брата, я ведь была с тобой, ты что забыл? А ты в тюрьаде не хочешь? Я посмотрю. Не знаю даже, что с тобой сделать, говори правду. Твой Саша убил Михаила. Нет. Ты не сможешь доказать это, я тебя убивать не хотела, клянусь, прости, не говори отцу, он нас с братом из-под земли достанет, дай нам скрыться, будь человеком. Нет, дорогая, я уже решил за свои поступки нужно отвечать. Он крепко держал Ларису, вынул игу капельницы из вены. И тут на пороге палаты появились полицейские. Молодая женщина так и не призналась. И уже год пребывала в СИЗО в камере предварительного заключения. За это время в дорогом перинатальном центре она родила ребенка мальчика, их с Глебом сына, и добилась послабления тюремного режима. У нее была пригодная для жизни комната нормальная еда, доступ в библиотеку. А еще их сыном стал навещать бывший муж Блеб Адаменко и хлопотал о досрочном освобождении Сэзи со смягчающими обстоятельствами. В душе Глеба пробудилась ноющая жалость к Ларисе. К этой красавице с печальными глазами Глеб был неплохим человеком, немстительным. И потом он все выяснил, да, его отец был повинен перед этими людьми. Но Лурон не простит сына Ваню не бросит, а брата Ларисы Сашу так и не нашли, хотя он и был объявлен в розыск. В жизни она такая сложная штука. И Глеб это прекрасно понимал. И в ней есть место для доброты, для милосердия, для прощения, для поиска